Ассалям алейкум, дорогие друзья, с вами снова Акулы Пера, старые журналисты, бойцы невидимого фронта, шокалы ротационных машин и прочее, 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 злой киргизм Александр Ронкин и политолог, культуролог, писатель, отец еврейской демократии Марк Котлярский. Почему-то у него на груди написано «Юлеса», но это враньё, он наш израильско-русский чувак. Привет, Марк. Привет, вообще ты, конечно, ты самый, когда ты мне все эти регалии присваиваешь, это очень смешно, политолог, культуролог, потому что, судя по комментариям, мы напали на такую интересную жилу, на которую никто как бы не обращает внимания, но она как бы, понимаешь, идут все заголовки, информация живёт же буквально две минуты, человек прочитал, она ушла вниз, и про неё забыли. А тут два, как ты правильно сказал, старых этих самых, не буду употреблять нецензурную лекцию, решили заострить на это внимание, и получается действительно полная хинея. То есть люди в погоне за прекрасивостью, за тем, чтобы зацепить чем-то читателя, порой просто переходят всяческие границы. А у меня на самом деле, ты понимаешь, хочу сказать, что у меня вообще давно коллекция этих заголовков. Я не знаю, как ты, а я собираю наиболее удачные. И я, кстати, стал переворачивать свою коллекцию и нашёл потрясающий заголовок, я думаю, тебе понравится. Причём он в две строки, подчёркиваю, чтобы было понятно. Опубликованное видео схватки Путина. У Путина были схватки? Он что, рожал кого-то, что ли? Марик, ну прежде чем мы перейдём к самой штуке нашей программы, я хочу напомнить нашим зрителям, что нужно ставить лайки, подписываться на канал ИТОН-ТВ и на телеграм-канал Марка Катарского, а также, если есть возможность, помогать нам материально. Кстати, я хочу поблагодарить моих зрителей, имени Марик, которые адресно помогают именно мне. Это, в общем, складывается в симпатичные суммы, хотя некоторые зрители называют меня дедушкой попрошайкой. Но, как говорится, старый боец, по мне, назови хоть горшком, только в печень суй. Хотя мы были в печень. Марик, а как тебе такое замечательное название? В бразильском лесу слышны пронзительные крики о помощи, но их игнорируют. Вот, пожалуйста, расскажи мне, какие у тебя ассоциации рождаются? У меня ассоциации рождаются крайне дикие. В бразильском лесу кого-то насилуют, но рядом никого нет, кто бы оказал срочную помощь тому, кого насилуют. Значит, мой дорогой, послушай, под ассоциации у тебя самые порочные, хотя, собственно, у меня такие же были, но под заголовок этой новости он ещё круче. В тропическом лесу на юге Атлантического побережа Бразилии звучат пронзительные крики кровооческих амфибий, но эти звуки никто не слышит. Он в чём-то игнорирует. Саня, я сказал, что круче быть не может, а я тебе говорю, может. Значит, есть такой сайт «Евроспорт» на русском языке? И это из моей коллекции, я думаю, что тебе понравится. Слушай внимательно. Да. Трагический заголовок. Финский лыжник Реми Линкольн отморозил пенис во время масштарта Олимпиады. Он что, он что, писал в одних трусах? Как бы, то есть, понимаешь, уже не надо никаких комментариев, не надо никаких под заголовков. Ты понимаешь, у того человека, который придумал этот заголовок, в голове что было? Ты отморозил пенис, лыжник, во время какой пенис? Где ты его отморозил? Откуда ты это взял? Почему это надо носить заголовок? Марик, это мне напомнил замечательный сфер анекдот. Как один мужчина пришёл к врачу с отморозеным пенисом. И его спросили, врач его спросил, а как это произошло? Он говорит, понимаете, был в любовнице, пришёл муж, и я всю ночь просидел на балконе легко одетый. А что такое легко одетый? В одном презервативе. Ну, вот, наверное, этот лыжник бежал в одном презервативе, я думаю. Легко одетый. Но заголовок, Сергей Васильевич. Я вынужден, я понимаю, что нас могут обвинить в непристойном поведении, но, слава богу, мы не подчиняемся Роскомнадзору, поэтому я должен подхватить твою тему о пенисе. Новость звучит так. Мужчина рассказал о жизни с самым большим пенисом в мире. А что такое жизнь с самым большим пенисом? Саша, извини, перебиваю, но это в поддон, потому что у нас такая тема пенисуальная пошла. У меня тоже есть заголовок на эту тему, свежий, из, по-моему, Ленты.ру. Сексолог раскрыла правду о среднем размере пениса. Дальше идёт объяснение нам всем, что размер не имеет значения, да? Но это уже давно известно, но заголовок сексолог раскрыла правду о среднем размере пениса. А то мы раньше этого не знали просто вообще. Нет, конечно, это же раньше скрывали. Ну да. Кстати, у этого мужика из Соединённых Штатов, как он говорит, длина его пениса составляет более 33 сантиметров. И есть основа, я не знаю, почему меня сегодня потянуло на анекдоты. Если ты помнишь, была такая реклама про вилла-риба и вилла-баджо. Да, 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 да. И вот такой замечательный анекдот, что длина среднего пениса у мужчин вилла-риба составляет 10 сантиметров, а у мужчин вилла-баджо 20 сантиметров. А почему? А потому что вилла-риба мерили, а вилла-баджо опрашивали. Но мы тут как бы невольно переходим от одного полового органа к другому. Ну как-то подборка сегодня получилась такая. Вот тоже ведущая российское новостное издание. Женщина подала в суд на полицейских за поиск наркотиков у неё во влагалище. Оказывается, одна тайская женщина проходила проверку в аэропорту, а мы знаем, что полиция и таможня Таиланда очень строго относятся к наркотикам, и у неё искали незаконные вещества, в том числе и во влагалище. Пикантность эта история придает два момента. Первое. Женщине было 61 год. А, даже больше. Три момента. Женщине было 61 год. Её фамилия была Пук. И у неё во влагалище искали наркотики 15 полицейских во главе с полковником. Как они там рылись эти 15-ти? Я эту подборку заголовков, которые не нуждаются даже в комментариях, например, вот ты зацени, Саш. Шек-символ российской эстрады Тарзан и муж Валерии. То есть непонятно, что он муж Валерии, что ли? Он муж Валерии, он муж Тарзан. Он не муж Валерии, он муж Тарзан. Наташи Королёвой. Ну всё про Наташи Королёвой. Да, не, но по заголовку получается, как бы человек не очень русский язык. А, так, 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 ну-ну. Шек-символ российской эстрады Тарзан и муж Валерии сообщили о бедственном положении артистов. Двоеточие. Им хуже, чем пенсионерам. Подожди, я пытаюсь понять. Значит, это были двое людей, да? Двое. Такое ощущение по заголовку, что это один. Чем же они занимались в этот момент, когда им было хуже, чем пенсионерам? Вот это вопрос, который требует ответа. Хорошо. Марик, я хочу обратиться к нашим зрителям, многие из которых уже прислали нам в ответ на наши, как бы, шутки, малопристойные и престойные, прислали свои варианты заголовка. Я хочу обратиться с призывом делать это как можно больше. Друзья, если вам попадутся такие заголовки, присылайте нам, и мы обязательно будем их озвучивать. А по окончанию сезона, где-то к лету, мы с Мариком сделаем вам, сделаем автору лучшего, вернее, нашедшему лучший заголовок, самый смешной, мы сделаем симпатичный подарок. Хорошо, Марик? Это очень хорошая идея, я с тобой согласен. Ну, теперь давай перейдем к заголовкам, которые даже не сами по себе смешны, а потому, что за ними кроется. Конгрессы США пообещали больше не давать денег украинцам. Что это такое, что ты думаешь? Не понял. Первую фразу я не расслышал. Кто, первые два слова, Сашка, кто не обещал не давать денег украинцам? Конгрессы. Конгрессы США, американские законодатели, Конгрессы США, пообещали больше не давать деньги украинцам. Лично я подумал, что всё. Всё плохо. Та материальная помощь, которую обещали дать украинцам, её не будет. Все те 60 миллиардов, которые обещали, их всё, их перекрыли и не дадут. И, естественно, я полез читать эту новость. Оказывается, один из сенаторов республиканцев сказал, что вот мы теперь, мы дали 60 миллиардов Украине, а теперь следующую помощь мы дадим ещё не скоро, не раньше, чем через год. Какую голову нужно иметь? Какое же желание извратить всё? Нужно иметь для того, чтобы написать такой заголовок. Боюсь, что мне не дано понять, хотя я в журналистике чувствую сознательную жизнь. Я тебе в ответ такой же заголовок, а ты мне скажи, какие у тебя ассоциации, что за этим стоит. Это лента рук. Большинство россиян очень актуальны, тем более там скоро Пасха. У нас Песох, у них скоро будет Пасха. Большинство россиян купят пасхальные куличи ради верхушки. Верхушки что? Верхушки России? Ну, смысл такой получается. Естественно, как бы речь на самом деле идёт о том, что в этом куличе, который вот верхушка вот эта вот беленькая вот эта, понимаешь? Но по смыслу совсем как бы ты понимаешь, что как бы российской верхушки, они ради российской верхушки купят куличи. Понимаешь? Тебе заголовок, замечательно, по-моему, просто поражительный. Это из одного из наших израильских русскоязычных изданий. Россиян испугали прибившиеся к берегу гробы, но власти их просят не паниковать. Ещё раз, ещё раз читаю для тех, кто не понял сразу. Россиян испугали прибившиеся к берегу гробы, но власти их просят не паниковать. То есть власти просят гробы не паниковать. Я хочу рассказать нашим зрителям, о чём идёт речь в этом замечательном как бы в этой замечательной заметке. Оказывается, несколько деревянных ящиков плыли по какой-то российской реке возле города Саранска. И какой-то сумасшедший алкоголик из похмелья ему показалось, что это гробы, и он как бы сообщил об этом в ближайшее отделение полиции. Один из израильских сайтов пишет. Пресс-секретарь Госдепартамента США опроверг пренебрежение Байдена к Нитаниягу. Ты мне скажи, как можно опровергнуть пренебрежение? Это слишком заумно даже для меня. А позволь тебе прочитать совершенно замечательную новость. Она потрясающая, она фантастическая, она невероятная. Это про войну. Про войну не нашу, про войну украинскую. вооруженные силы России удалили ракетами по ставке Гитлера в Виненской области. Он до сих пор жив? Ставка Гитлера до сих пор жива? Оказывается, в ставке Гитлера очевидно до сих пор сидят фашисты. Они все... То есть, помнишь того белорусского партизана, который спустя 30 лет пускал поезда под откос в Белоруссии, потому что не знал, что война закончена? Или... Да, помню, конечно, избежный анекдот. Да, и, кстати, не шутка, а анекдот настоящий про японского солдата, которого нашли в джунглях Таиланда через 30 лет после войны. Он продолжал воевать, не зная, что Япония капитулировала. Так вот, мне кажется, что некоторые российские СМИ до сих пор не знают, что вторая... что Великая Отечественная война закончилась много лет назад. И что ставка Гитлера уже ничем не угрожает России. Ты затронул тему украинско-российской войны, у меня есть заголовок на эту же тему. Слушай внимательно, Саша. Да. Ты меня хорошо слышишь, да? Да, да, да. Ну, слушай внимательно, заголовок такой, Лен Тару, тоже. Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции. Так, еще раз объясни мне, кто кого убил. Вот, я тебе об этом и говорю. Убивших семерых человек в Херсонской области военных передали военной полиции. То есть, из этого заголовка вообще не можно понять, кто кого убил, каких военных и зачем это сделал. На самом деле, речь идет о восьми русских военных, которых подозревают в массовых убийствах. Их как бы арестовали сами русские и предали военному суду и передали военной полиции. Но из заголовка речь идет о том, что они убили военных, понимаешь, убивших семерых человек в Херсонской области военных. А вот как тебе такой заголовок? В Киеве странно отреагировали на новый пакет помощи от США. Оказывается, пишет российская газета, украинские чиновники не верят, что США отправят оружие вооруженным силам Украины. Кто не верит? Почему не верит? Оружие уже поступает. Для чего это делается? Зачем напускается туман? Тебе понятно? Понятно, конечно, для чего это делается. А ты мне глупому. Идет информационная война. И как бы понимаешь, мы с тобой люди скептические, мы с тобой как бы все подвергаем скепсису. А есть люди, которые принимают все на веру. И это понятно, для них такая информация. уже принимаются на веру, мы пойдем влезть в источники, мы будем проверять материал. А очень часто человек читает только заголовок, и вот ничего. Вот, например, из той же серии, о которой ты говоришь. И скажи мне, что ты думаешь по этому поводу, что у тебя приходит? Русские быстрее, точка. Офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе. Русские быстрее, они быстрее бегают, они быстрее изменения изображения кончают, я не знаю, они быстрее летают, они быстрее убегают от украинцев, всем украинцам, от русских. Что на самом деле там было? Я как бы пришел понять. Что бы там ни было, СССР, речь идет скорее всего о том, что русские действуют более оперативные, чем украинцы, и что Одессе вполне возможно грозит опасность. Но опять-таки это как бы некое субъективное мнение, но русские быстрее, точка. То есть, офицер ВСУ сделал тревожное заявление об Одессе. что тревога А как было такое? США хотели нанести поражение России на Украине и после этого ударить по Китаю. Я пытаюсь понять. США начали войну на Украине против России и в этом вся история, причем сначала хотели в Украине как бы разгромить Россию, а потом ударить по Китаю. Кто-то мне может объяснить, какие мозги должны быть у этих людей, чтобы сочинять такие заголовки. Я открываю эту заметку и читаю, что бывший аналитик ЦРУ Лаги Джонсон, значит, я так понимаю, что Лаги Джонсон это такая же фамилия, как, ну, можно было сказать, бывший аналитик ЦРУ Джон Смит или бывший аналитик ФСБ Степан Иванов. Вообще, Лаги Джонсон якобы раскрыл план удара США по России. Это как бы становится все менее смешно, хотя у нас вроде бы смешная передача. Есть, это потрясает и тоже не нуждается в комментариях. То есть, ну, ты знаешь, есть такая программа, которая ведет Елена Малышева значит, и как бы про здоровье. Заголовок гласит три недостатка секса от Елены Малышевой. Скажи мне, что такое секс от Елены Малышевой, Саша? Я тебе скажу, это такой секс, она же продает всякие там товары для здоровья. Ну, да. очевидно появился такой продукт в таких упаковочках называется недостаток секса. Видимо, этих продуктов он продается в комплекте трех штук. И как бы эти недостатки секса можно купить. А потому что, если ты не купишь недостаток секса, то с тобой может произойти несчастье, которое произошло с женщиной из Кузбасса. Так вот, женщина из Кузбасса заплатит 300 тысяч компенсации, как ты думаешь, за что? Матик, никогда не догадаешься. Да, за что? За порванной шваброй внутренней сосреди. Порванной шваброй. Это да. Это действительно вишенка на торте, Саша. Это вот, да, согласен с тобой. Это настоящая концовка. Порван шваброй внутренности это надо понять. Причем любопытное разъяснение. Житель, извините, дорогие зрители, но просто невыносимо смешно. Жительница Кузбассского города перегнула палку, защищаясь от буйного солидия и атаковала его слаброй, в том числе по ягодице. Я пытаюсь понять, как она его атаковала по ягодице, но попала ему во внутренности. И был ли он при этом в штанах, и как она порвала и какую палку она перегнула. У меня есть последняя точка, последняя, которая как раз завершает твою информацию. Она коротенькая и тоже не нуждается в комментариях. Такой заголовок Виктория Дайнека перестала доверять людям. То есть, понимаешь, все, на это можно ставить точку. Боже мой. Почему он напишет? Называется, вот и верь после этого людям. Особенно после Швабры. Смотри, дорогой мой, после того, как почитаешь новости российской прессы, особенно новости про порванную Шваброй внутренней сожителя, ты, естественно, не будешь доверять никому. Ну, как можно доверять кому-то, кто норовит перегнуть твою палку и зашел тебе ее в одно как бы не совсем симпатичное отверстие. Я думаю, Саш, что Дайнека прочитал эту информацию про Швабру, перестал доверять людям. Я думаю, что на поэт он перестал доверять людям. Дорогие друзья, на этом мы, видимо, сегодня, к сожалению, будем заканчивать. Но смешные, замечательные новости на важной заголовке очевидно не закончатся никогда. Я призываю вас находить такие заголовки и присылать нам, а мы с Мариком сделаем вам замечательный подарок и вполне вероятно, если кто-то всерьез увлечен такими заголовками, мы также будем приглашать в нашу программу. А пока не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и телеграм-канал Марика Котлярского и, если возможно, помогайте нам материально, как вы это уже не раз делаете. И напоминаю вам, мир уцелел, потому что смеялся, господа. Смейтесь, перестаньте делать серьезное и люди к вам потянутся.